Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня у нас незапланированный эфир и это обусловлено тем, что вокруг одного из предприятий, одного из градообразующих предприятий возникло очень много слухов и кривотолков. Вчерашнее заявление, которое прозвучало от Михаила Саакашвили, вызвало огромный резонанс среди жителей нашего города, поэтому мы приняли решение, что сегодня мы эту ситуацию обсудим в неформальной обстановке. Олечка, ты можешь прочитать заявление, для того, чтобы те, кто не в курсе, те, кто не знает, что было, что... Извините, пожалуйста, какова у нас ситуация? Да, здравствуйте всем. Заявление, значит, звучало так, оно было опубликовано на Фейсбуке. Цитирую прямой текст. После позавчерашнего заседания нашего общественного совета, так же, как и вмешательства западных дипломатов, сегодня правительство Украины объявило, что не будет приватизировать Одесский припортовый завод, как первоначально планировалось, а так, как мы рекомендовали, возьмет больше времени и наймет международных консультантов. Но этого недостаточно. Сегодня завод контролирует олигархи, и правительство обязано поменять наблюдательный совет и директора. Только тогда можно будет поверить, что олигархи утратили влияние, и завод вернулся народу Украины. Приватизация старым методом была коррупцией, но сохранение правления предприятием тем же методом, как сегодня, не меньшая коррупция. Такое заявление появилось вчера. Его очень активно обсуждали в сети интернет, в связи с чем мы и решили выйти сегодня, как сказала моя коллега, в эфир. И мы не будем обсуждать сегодня приватизацию, ее преимущества, недостатки и возможности или невозможности этого действия. Но хотим обсудить именно те мифы, которые появились в связи не так давно в сети. Это мифы неэффективности якобы завода, его убыточности так называемой, и того, что якобы он приходит в упадок. Это все привело к тому, что у нас появилась даже акция, оглашенная в интернете, но об этом позже. Сейчас мы свяжемся с Владимиром Николаевичем Навацким, это городской голова Южного, и мы хотим попросить его, чтобы он прокомментировал эту ситуацию, как обсуждали эту тему в высоких кабинетах и будет ли какое-то заявление, например, от городского совета. Здравствуйте, Владимир Николаевич, мы в эфире. Скажите, пожалуйста, вы читали те заявления, которые были опубликованы в социальных сетях в отношении руководства предприятия Одесского припортового завода, да и самого предприятия? Ну, безусловно читал, и читал, и видел, и в областном, на областных каналах, и потому что не только я читал, но и все жители нашего города. Понимаете, я не могу давать оценку сказанному по губернатору Саркишвили, у него, наверное, больше информации, чем у меня, но данное выступление относительно директора завода было очень таким, ну, скажем, резонансным для города, и эта информация широко обсуждается чуть ли не в каждой семье города. Я думаю, что ни на что нет ни одного человека равнодушного к такой информации. Но я могу бы сказать свою точку зрения относительно Валерия Испановича, но который работает директором завода, насколько я знаю, уже почти 29 лет. И считаю, что на сегодня это один из лучших руководителей промышленников в Украине. И он очень много сделал как для развития завода, так и для развития нашего города. И в городе он очень уважаемый человек. Вот, в принципе, все, что я могу сказать. Скажите, пожалуйста, а будут ли какие-то, допустим, заявления от имени городского совета, или же каким-то образом, как вы обсуждали сегодня, что вы говорили? Я вам скажу, что эту тему мы здесь в Совете, в мэрии не обсуждали, просто говорили, как люди, как жители данного города. Но на таком уровне, как руководители, как депутатского корпуса, этот вопрос не поднимался. Нет, ну, посмотрим, какой будет еще резонанс за депутатом, если в этом необходимо. Но то, что это обсуждается, это, безусловно, не значит. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. То, что просто в продолжении, в продолжении сказанного городским головой, хочется добавить, что почему в городе Южном обсуждается ситуация с Одесским припортовым заводом, и особенно то, что касается руководителя предприятия. Для тех, кто не живет в городе Южном, наверняка кажется, что все сказанные заявления о том, что государство неэффективный собственник, о том, что предприятие нужно приватизировать или не приватизировать, то есть такие разговоры, они такие общие. А то, что думают жители города Южного, это на основании того, что мы сами перешли. У нас в городе Южном есть две легендарные постати, особистости. Два руководителя двух градообразующих предприятий, которые являются большими авторитетами для жителей нашего города. Это Иванов Владимир Григорьевич, который был начальником порта Южный до 2005 года, и Валерий Степанович Горбатков. И просто хочется сказать тем людям, которые не знают ситуацию в городе Южном, почему к этим людям так относятся. Кроме того, что они являются профессионалами высокого класса, они еще и отличаются очень хорошим отношением к людям. И это чувствуют все работники предприятия, учителя в школах, воспитатели в детских садах. Потому что именно эти предприятия, когда только город Южный основывался, они сделали очень многое для того, чтобы город Южный стал не просто спальным районом, например, а город со своей изюминкой. И те многочисленные гости нашего города, которые приехали этим летом к нам в город и видели спортивный комплекс Олимп, или же даже тот же профилакторий Портовик, или Дворец культуры Дружба, фонтан, наш уникальный фонтан, это все было сделано прежде всего Одесским припортовым заводом и портом Южным. Поэтому, когда политики делают заявления в отношении наших руководителей, мы это воспринимаем в свой адрес прежде всего, потому что эти люди являются для нас очень большими авторитетами. И если делать подобные заявления, то нужно учитывать, что в городе Южном информация о том, что руководителя нужно сменить, это воспринимается очень нехорошо. Олечка, есть что добавить? Ну да, вообще хотелось бы, у нас вообще планировалось гости сегодня в эфире. Да, я забыла об этом сказать, да. Но планы изменились. У Татьяны Ивановны Макагоненко, она мне сегодня утром позвонила, сказала, что у нее есть желание выйти в эфир и сказать свою позицию в отношении того, что происходит вокруг Валерии Степановича Корбатко. Мы, естественно, назначили эфир и назначили на сегодня и на вечернее время, но до вечера немножко изменились ситуации и обстоятельства, и она попросила перенести этот эфир на другой день. Мы надеемся, что в следующий раз он состоится как раз во вторник или в среду. Мы будем смотреть, будем анонсировать, но уже более осторожно будем анонсировать. Но так как мы не являемся пресс-службой Одесского припортового завода или же не находимся в каком-то подчинении ни предприятия, ни других органов власти или там других предприятий, мы взяли на себя сегодня смелость провести этот эфир. И сегодня мы выступаем не просто как журналисты проекта «Репост», а прежде всего как громадские дичи. Мы являемся засновником громадской организации «Идея слова». И поэтому, как те люди, которые неравнодушны к происходящему в этом городе и немножко знающие ситуацию в Южном, мы решили озвучить те мысли и переживания, которые были нам сказаны сегодня в течение дня в отношении той ситуации, которая сложилась вокруг предприятия. На самом деле очень часто мы слышим разные манипуляции вокруг Одесского припортового завода, в СМИ, в интернете. Разные различные медиа распространяют различную информацию. И, наверное, южницы наши уже привыкли к тому, что завод наш постоянно приватизирует, то отменяет приватизацию, то снова приватизирует. Но единственное, к чему, наверное, сложно привыкнуть людям и вообще они не воспринимают, это действительно то, что касается заявлений политических в плане руководства завода и его неэффективности. Потому что об этом могут судить именно те, кто там работает и могут судить те, кто живут в городе Южном. В эту информацию могут поверить, наверное, многие жители Украины, многие зрители центральных каналов, которые не были в Южном, не были на заводе. Но те люди, которые живут здесь, их крайне возмущает эти факты, потому что все знают, какие требования на самом деле существуют к тем, кто там работает и, в принципе, ко всему, что касается припортового завода. Поэтому у нас, в частности, у моей коллеги, родилась идея сделать такую интернет-акцию, которая уже начала пользоваться большой-большой популярностью. Ну, как бы не совсем большой-большой, но уже какой-то есть. То есть эта акция касается того, что мы сами, как жители города и как журналисты, мы можем не только как журналисты, но как просто пользователи сетей с фотоаппаратами и с телефонами выкладывать на своих страничках те фотографии, которые были сделаны на припортовом заводе или на их объектах. Но об этом расскажет Ольга больше, я думаю, о своей акции, потому что у нее уже есть отзывы и так называемый фидбэк, который она получила уже в своих комментариях. И она уже сможет об этом рассказать более подробно. Хотелось бы немножко рассказать о акции, как вообще родилась идея. Прежде чем эту акцию придумать, так сказать, я созвонилась с многими работниками Одесского припортового завода. Они сказали, что они не знают, что в этой ситуации делать и как реагировать на подобные заявления, потому что они не владеют информацией. И в связи с этим я решила, что было бы неплохо. Мы же все живем в городе Южном. У нас хотя бы один член семьи является работником Одесского припортового завода. И у каждого из нас очень много информации в отношении этого предприятия. И, как правило, я думаю, что процентов на 90, наверное, информации позитивной, хорошей. Поэтому, чтобы остановить, так сказать, вот это количество негативных мифов, мы придумали, что можем только фото и фактами давать людям, прежде всего пользователям интернет, объективную информацию о том, что происходит. Значит, эту информацию я опубликовала у себя на странице в Facebook. Уже на сегодняшний день 44 перепоста. Спасибо вам большое, друзья и жители города Южного, что вы перепостили эту информацию. Я опубликовала фотографии. Хочу показать фотографии Одесского припортового завода. Это управление. Вот это тоже управление только с другой стороны. Вот так выглядит здание конференц-зала, где происходит заседание работников Одесского припортового завода, когда они принимают какие-то важные решения в отношении жизнедеятельности предприятия. Это Одесский припортовый завод с высоты птичьего полета, плюс еще отснят и в, так сказать, канал. Это Малый Джилыцкий лиман. Вот его ведут два буксира. И вот таким образом выглядит Одесский припортовый завод. Насколько мне понятно, этот кадр был отснят со стороны, с карбамидной башни. Это тоже управление Одесского припортового завода. Почему больше таких фотографий у меня, например? Потому что Одесский припортовый завод – это стратегическое предприятие. И попасть на его территорию – это не так уж и просто. Больше фотографий можно фотографировать как раз в таких более доступных местах. И это тоже управление. На эту акцию фактически сразу отозвались работники припортового завода. Денис Янчук, насколько я понимаю, уже не работает на предприятии, но он этому предприятию отдал большую часть своей профессиональной жизни. Он начал работать тогда, когда на Одесском припортовом заводе только происходила реконструкция. Работал он в цеху, который называется ЦВО – цех водообработки. И вот что Денис сразу же в ленту, какие фотографии выложил. Фото от ОПЗ до реконструкции. Вот так вот выглядели, наверное, я так понимаю, водонасосы. Это было раньше. Вот как они стали выглядеть после реконструкции. Теперь это котельное БХО до реконструкции. Ну, вы видите, стандартное советское оборудование. Теперь то, что произошло с оборудованием после реконструкции. Вот теперь оно выглядит таким образом. Вот это тоже БХО. И, ну, насколько мне понятно, это уже, это, это реконструкция произошла. Теперь здание газоразделения. Это он до реконструкции, до того, как там установили оборудование. Посмотрите, что, что случилось после того, как оборудование. Вот кто может сказать, те люди, которые, например, не были никогда на Одесском припортовом заводе, я думаю, что даже представить себе такого не могли, что это в Украине возможно. Я немножечко расскажу о тех, о той модернизации, которая была на БХО. Но у меня очень мало информации. Я его не расскажу профессионально, но, по крайней мере, в двух словах. Комната приема пищи на ОПЗ, на очистных сооружениях, и это, опять-таки, не основной цех. То есть вот таким образом, ну, просто относятся к людям на предприятии. Там не только проводится модернизация, но и к условиям быта относятся очень ответственно. Работа, рабочее место машиниста канализационной насосной установки. Операторская станция, ну, Денис, наверное, знает, что эта операторская станция наверняка какая-то очень высокого класса. Щитовая, которая была до реконструкции, щитовая, которая сейчас стоит. Это вот газа в котельную БХО, как бы... Вот газа. Вот как было. Вот. Вот таким вот образом. Раздевалка, это то, что касается быта, это до того, до реконструкции. А это после того, как был проведен ремонт. Это уже совершенно другая. Денис также, Денис Янчук пишет. Вообще интересно, один и тот же ракурс вышел в коридор АБК. Было. Это когда-то было. А теперь то, как выглядит сейчас. Ну, и здесь Наталья тоже выложила фотографию. Денис. Вот это установка опреснения морской воды на Одесском припортовом заводе. Это уникальная установка. Дело в том, что на Одесском припортовом заводе внедрено очень много технологий энергосберегающих. Одесский припортовый завод в своем производстве использует не питьевую воду, а ту, которую фактически производит сам. Это после очищения сточных вод. Эта вода попадает на Одесский припортовый завод. А той воды, которой от сточных вод не хватает, работают установки по опреснению воды, и эта вода уходит на производственные нужды. Поэтому экономия даже не то, что с точки зрения самого предприятия, что предприятие экономит свои деньги за то, что он не покупает ее у Инфокс-водоканала, но также мы знаем, что наш регион находится как раз в зоне риска. Питьевой воды не хватает. И вот эта установка позволила освободить очень большое количество воды, которая сегодня идет на нужды региона. Я не могу этого сказать в цифрах, потому что информацию я получала очень давно, где-то лет 5 назад. Ну и прежде всего я, конечно же, и не запомнила бы эти цифры, потому что я не работаю с этой информацией ежедневно. Но это уже другая история, другая тема. Это другая тема, да, это очень другая тема. И мы очень надеемся, что нам все-таки удастся сделать материалы, потому что когда общаешься с сотрудниками Одесского припортового завода, то понимаешь, что журналист, если на это предприятие зайдет и начнет делать по поводу одной модернизации, то это затянется просто не то, что на целый день, на целый месяц можно там собирать информацию, и фактически каждый час она будет какая-то другая, и ты будешь узнавать все больше и больше, потому что действительно предприятие делает очень большая работа по модернизации. И к чему мы это хотим сказать? Это в отношении неэффективности. Миф о неэффективности предприятия. Вот вы видите, насколько оно неэффективно. Это предприятие, которое на сегодняшний день, это наша визитная карточка. Визитная карточка. Оно имеет стратегическое значение для Украины. Оно имеет экономическое значение для региона и для города Южного. И это предприятие, которое сегодня внедрило очень уникальную оборудование, установку по экологической безопасности, которое тоже можно долго рассказывать. И я из того, что знаю, это буквально, наверное, крупица того, что я знаю, и то, что, возможно, я понимаю. И необходимо понимать, мы жители города Южного, мы живем рядом с химическим предприятием, но мы чувствуем себя здесь спокойно. И когда происходят какие-то волнения на политическом уровне, вот это больше всего нас и волнует. Мы больше переживаем именно в отношении этой ситуации. Ну да, вот ты, Оля, много говорила о том, какое важное и нужное предприятие. Думаю, что все это и так понимают, но в большей части это... Я говорила, это не для жителей города Южного. Да, но больше это заслуга именно до мелочей, вот такая продуманность, это заслуга именно того руководства, которое имеется на сегодняшний день. Мы это знаем, потому что мы бываем в тех же объектах и ФСК, и в ДК, и мы знаем, как продумывается вплоть до расстояния между креслами. То есть это настолько вот каждая мелочь, с какой важностью к ней относится. И что еще вот важно, что когда говорят про убыточность завода, руководствуясь цифрами опять же, то создается картина такая на общегосударственном уровне, что вот убыточное предприятие, оно там в упадке в каком-то, что люди не получают зарплату, что они ходят там, потолок на головы сыпется, что у них там техника безопасности там какая-то не такая, что налоги они не платят. На самом деле, на самом деле, этого всего на заводе нет. Но сколько мы не допытывались наших сотрудников, и в кризисы, и все, зарплату всегда получают вовремя. Ну что говорить у нас у всех, у коллег работает там кто-то из знакомых родных. Зарплату получали вовремя, никаких задолженностей не было, всегда все как было, так и оставалось. Да, были проблемы в экономическом плане, но их же ведь решили, на самом деле, из них же вышли. Ну это уже тоже история, можно сказать, другая, но наша задача в данном ситуации – это показать правду, рассказать правду. И мы приглашаем всех присоединяться к акции, использовать хэштег «Стоп миф про ОПЗ». И таким образом рассказывать людям, которые, может быть, слышат про убыточность и имеют в своем представлении именно эту картинку такого какого-то тривиального предприятия, убыточного, то как-то развивать эти мифы? Потому что на самом деле, ну, не пахнет здесь вот как таковой убыточностью, неэффективностью даже близко. Да, мы очень-очень сильно просим всех жителей города Южного, гостей, которые побывали у нас в Южном и фотографировались даже, например, в парке кованых фигур, или же видели спортивный комплекс «Олимп», который расположен напротив Дворца культуры «Дружба». И там же вы фотографировались, я уверена, возле наших уникальных фонтанов. Фонтан уникален тем, что вот везде и всюду говорят, фонтан нельзя руками залазить, ноги мочить и так далее. И те гости, которые у нас были, кстати, если есть возможность, можно даже его показать, этот фонтан, то они видели, что этот фонтан многофункциональный, и он рассчитан, он сделан для людей. Там дети играются с водяными аттракционами, там можно где-то ручки помочить. Конечно, в основной бассейн ничего бросать нельзя, это нормальная культура. Но то, что эти объекты сделаны с любовью и сделаны для людей, это однозначно. Сделаны они Одесским припортовым заводом, потому что предприятие, которое чувствует социальную ответственность не только перед своими работниками на самом предприятии, но также они понимают, что тот же работник Одесского припортового завода должен вернуться домой, не просто спать, а он должен жить в нормальных условиях, жить по-человечески просто, и воспринимать этот мир не просто как коробки, потому что изначально Южный был как спальный район, и у нас не было уникальных мест, и только за последние, наверное, 15-20 лет у нас такие места уникальные появились. Но я уже не говорю о том, что у нас есть спортивная команда, есть баскетбольная, которая в прошлом году стала чемпионом Украины. Впервые, но стала чемпионом Украины, и это тоже заслуга Одесского припортового завода. В этом году. А, в этом году, в прошлом сезоне я имела в виду. Да, социальная политика, это такое, но то, что касается предприятий самого, мы тоже видим, что там все хорошо, так скажем. Есть какие-то, наверное, моменты, над которыми стоит еще работать, но это не повод для тех политических заявлений, которые делают на данный момент те или иные лидеры на фоне, скорее всего, подготовки к местным выборам. Может быть, может быть. К сожалению, у нас, мы не владеем информацией настолько, мы не вхожи в кабинеты, мы не можем собрать информацию, допустим, какую-то кулуарную, но, к сожалению, практика в Украине показывает, что выборы очень-очень сильно влияют на политиков, и это их жизнь, конечно, и они используют и все методы хороши, но нам бы не хотелось, конечно, чтобы наше предприятие просто как разменная монета использовалась в политических целях. Поэтому, жители города Южного, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей акции, публикуйте прежде всего у себя на странице фотографии Одесского припортового завода. Возможно, вам есть что сказать, какую-то информацию хорошую озвучите, но и самое главное, присылайте нам в запропоновании новины, я не помню, я к ЦБД российской, в предложенные новости, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, когда вы опубликуете это у себя на странице, мы будем перепощивать к себе в группы, а также будем собирать определенное количество, допустим, когда вы подключитесь к этой акции, мы будем подводить итоги, сколько людей, допустим, мы знаем, что уже подключились к этой акции, сколько было перепостов, то есть какую-то статистику будем давать, возможно, вы будете публиковать какие-то уникальные истории, какую-то уникальную информацию, которую мы точно так же будем публиковать, будем делать скриншоты, будем публиковать фотографии, и вот таким образом будем влиять как-то на ситуацию, для того, чтобы наше прекрасное предприятие, которому мы доверяем, не стало какой-то не просто разменной монетой, а просто каким-то поводом для того, чтобы говорить те вещи, которые не существуют. Ну, вот это просто неправдивая информация, даже если это статистически подтверждено, это не всегда то, что кажется с точки зрения цифр. Ну да. В общем, присоединяйтесь к нашей акции StopMeetPro.pz. Напоминаем, что мы не сотрудничаем с Одесским припортовым заводом. Нет, мы сотрудничаем с Одесским припортовым заводом, с Портом Южным, с политическими партиями, притом любыми, мы будем публиковать любую информацию, которая не вызывает у нас сомнений, например, но даже если она вызывает сомнения, мы все равно ее проверим. Но в том плане, если кому-то захочется обвинить нас в том, что нам Одесский припортовый завод платит деньги, поэтому мы сегодня организовали этот эфир, это совершенно не так. Потому что мы, прежде всего, жители города Южного, и мы знаем, какие могут быть последствия, если ситуация повернется немножко по-другому. Сегодня мы доверяем руководителю, который возглавляет Одесский припортовый завод, и это немаловажно. Не только мы доверяем, прежде всего доверяют работники Одесского припортового завода. И сегодня мы реально видим, что происходит на предприятии, какая действительно там ситуация. И мы знаем, с чем связаны, допустим, те же показания по убыткам, мы это тоже прекрасно понимаем. Но сегодня на предприятии убытки, а завтра, благодаря эффективной работе и менеджменту на этом предприятии, предприятие получает прибыль. И как только оно получает прибыль, это сразу ощущают работники Одесского припортового завода, потому что это отражается на их премиальных, это какие-то социальные проекты тоже могут быть реализованы благодаря этому. Конечно, были режимы экономии на предприятии, но это никоим образом не сказалось как-то негативно на общем благосостоянии города или же работников Одесского припортового завода. В общем, задача доносить правду. Давайте будем доносить правду. И я думаю, что мы имеем, что сказать. Это однозначно. Поэтому не оставайтесь равнодушны, присоединяйтесь к нашей акции «Стоп миф про ОПЗ». И я думаю, что общими усилиями мы таки докажем, что наше предприятие лучшее.